Иисус Вся слава и хвала вовеки веков И народ Божий пусть скажет Аминь! Постаньте славу Богу! Он достоин! Наш Бог достоин! Аллилуйя! Аллилуйя! Как же Ты велик Отец! Как же Ты велик Божий! Мы поклоняемся Тебе! Смиряемся предицу Твой! Благодарим Тебе за безграничную любовь Твой! Благодарим Тебе за безграничную любовь Твою, которую Ты являешься нам каждый день! Благодарим Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь! Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогая семья! Дорогая Церковь Божия! Благодарим Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь! Благодарим Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь! Благодарим Тебе за безграничную любовь Тебя за безграничную любовь Тебе за безграничную любовь! Своему творению, и мы с вами блаженны бахтиярлары. Какие же мы с вами счастливчики. Посмотри на своего соседа, скажи, как лучше ты счастливчик. Прежде чем мы начнем, пожми руку пятерым людям, скажи, добро, пожалуйста, Дом Божий, пожми пятерым людям руку. Присадывайте, дорогая семья, присутствие Божьим. Я знаю, вам очень жарко. Но свою супругу попрошу остаться. Но не могу я без своего гуслиста. Как же хорошо, и как приятно быть братьям и сестрам вместе. Если кому-то слишком жарко, вы можете чуть-чуть вперед пройти. Вот здесь хоть какое-то вот вияние ветра есть. Но моя надежда, что сегодня будет вияние Святого Духа на этом месте. Чтобы Дух Святой сегодня прикасался к каждому из нас, прикасался к нашим сердцам, к нашему мышлению. Чтобы выходя отсюда после собраний, мы выходили совершенно другими людьми, обновленные, обновленные его словом. Ему есть что сказать. Часно мы задаемся вопросами, что там, интересно, Бог думает о нас? Интересно, что Он думает о нашей стране, об Азербайджане? Я очень часто думаю, что Он думает обо мне, об моем служении? Вы знаете, в Библии есть ответ. У Бога есть очень важная цель. Он желает, чтобы верующие в него не погибли. И если ты верующий, здесь есть верующий, ты не погибешь. Вера защитит тебя. Вера защитит тебя от болезней. Вера защитит тебя от всех прогнозов врачей. Потому что написано, что всякий праведник верует своей жив будет. Там, где есть вера, там есть жизнь. Там, где есть вера, там есть победа. Там, где есть вера, там есть исцеление, прорыв, успех. А самое главное, там, где есть вера, там есть Бог. Потому что вера это единственное, что связывает нас с Богом. Это единственное, что связывает нас с Богом. Написано, чтобы всякий верующий в Него не погибли. Это знаменитая местописание. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами еще раз и еще раз прочитали. Это Евангелие Теяна, Третья глава. С 14-го стиха по 16-й. Я хочу, чтобы мы еще раз пропитались этими местами Писания. И как Моисей вознес змею в пустыне. Так должно вознесено быть Сын человеческий. Чтобы всякий верующий в Него не погибли, но именитая жизнь вечна. Ибо так Бог Давайте вместе скажем. Ибо так Бог Потому что Рав Возлюбил этот мир Что отдал Сына своего единственного, единородного Чтобы всякий верующий в Него Всякий верующий в Него Она именитая Херкес Не погибли Не погибли Не погибли Но имел жизнь вечна. В этих двух стихах Подчеркнута Одна и та же мысль В двух стихах Дабы всякий верующий в Него не погибли И я бы хотел очень, чтобы эту строчку Дух Святой Он зафиксировал, запечатлел, наскрижалях нашего сердца. Пусть эта фраза Она измерит наше сознание Если верующий, значит не погибли Если у тебя есть вера, значит есть шанс Вы знаете, вера это как канат, который Бог с неба сбросил для нас Чтобы у нас был шанс выкарабкаться Чтобы у нас был шанс выкарабкаться Если я верю, я выкарабкаюсь даже из реанимации Потому что написано верующему возможно В этих местописания очень важно есть мысль Я хочу с вами сегодня с вами говорить о теме Запомните пожалуйста Любовь, она принадлежит всем Боже любовь принадлежит всем Раби мэрбэти хер кэс içиндир А спасение Только верующий Вы понимаете о чем идет о речке? Бог любит всех Рабь хер кэси север Но спасает верующих Него Лакин Она иман гетерян нерклас olur На самом деле весь мир ощущает на себе Божью любовь Но далеко не каждый человек получает от Бога ответ Потому что не любовь Бога Божия приходящая с неба творит чудеса А ответ на Божью любовь Танерин мэрбэтина olan цевер Называется верующим Давайте мы еще раз вместе эту фразу скажем Я хочу чтобы выходить сюда эти местописания Они были печать в наших сердцах Верующему возможно все Своего соседа удается Скажу верующему возможно все Аминь Я сегодня затрону некоторую тему Может быть Наверное религиозным людям не очень понравится Если честно нам не нужна религиозная Нам нужна живая вера Живого Бога Потому что с Богом нас связывает не религия С Богом нас связывает вера Вера сразу Религия нас может познакомить с ритуалами А вера познакомит нас с Богом Проблема решает не церковь Проблема решает Аминь Потому что церковь это Только лишь территория Только лишь территория Только лишь территория На которой Бог встречается с людьми Бог встречается со своими детьми и человеком А служители Божи это всего лишь проводники его силы Но источником спасения является только Источником спасения является только Бог Потому что написано Ибо нет другого имени под небом данного человеком Которым надлежалось бы нам спастись И это имя Иисус Я немножко пошутил Вы со мной Вспомнил Он кричит Бог, Бог Я вспомнил одну историю Однажды пастыр сказал Что он посетит воскресную школу И учитель воскресной школы очень сильно переволновался Собрав всех детей И начал их учить К нам придет следующий воскресенье Пастырь И вот когда он вам будет задавать вопросы Не забудьте Нас спас Иисус На кресте убил Иисус Это Иисус воскрес на третий день Это Иисус освобождает Иисус кто Иисус это Дети все это вызвали Ушеллар бы нас верил Следующего с теми приходят пастырь к ним на собрание Здравствуйте детки Они все здрааа Как дела? Хорошо И он говорит Деточки А можно вам задать загадку? И они даааа И он говорит А кто это такая маленькая рыженькая с пушистым хвостиком прыгает по деревьям и грызет орешки Все дети молчат Дети ну она такая маленькая пушистая Они все молчат Ну дети ну У нее она еще в дупле любит жить Туда орешки собирает Все дети опять молчат Один только смелый встал Пастырь говорит Вообще-то знаю что правильный ответ это Иисус Просто он очень на белку похож Нету другого имени Которым надлежал бы нам спасти Через имя Иисуса Христа мы получаем прощение грехов Через это драгоценный имя мы получаем Свою исцеление Именно во имя Иисуса Христа без оставления жизни человека И жизнь человека разрушается Вся кородовая прокляция Потому что верующий в Иисуса Христа Он не умрет И он наследник Всех божих обещаний О танарным Бэтилерин Вариси И знаете тот кто знает Бога Внутри себя он имеет такой лозунг Не умру Но буду жить И возвещать дела Господни Давайте вместе скажем Не умру Буду жить И буду возвещать и говорить А делам Божьих Здесь можно Амин сказать Амин Амин Аллилуйя Аллилуйя Верующий человек это тот кто реально встретился с Богом В природе В природе существует такая вещь как Круговорот воды в природе Слышали? Тебятое такое хадисе Варисе Суин Доврия Кто не слышал В школе учился кто-то? Кемси Круговорот воды в природе Дин Дин теслим Верующий Поэтому нам нужна живая вера Однажды кто-то сказал что Религия для здоровых А вера для нуждающихся Я расскажу одну историю Был такой Начальник синагоги Ияир Он был очень Бога боязнный Знающий все Такой Религиозный человек Знал наизусть все писания Все писания Все доктрины Знал все ритуалы И пока он был здоров Пока здоровье было в его семье У него все было нормально Он был процветающим Религиозным деятелем Но к сожалению Который ничего не знал о вере Хотя и часто использовал этот термин Но вот когда он однажды пришел домой И увидел свою дочку мирающей Вся религия Она сдалась Все эти ритуалы Они были беспомощны И вдруг он услышал Об одном человеке Который ходит С одного сирения По другому сирению По имени Иисус Бегет огромная толпа людей И вот в нем Сыграла вера Не религия А вера Иман Он принял решение Я не буду религиозным Я буду верующим Потому что всякий верующий Не погибнет И Яир сделал выбор Он пришел и публично поклонился Иисусу Он пришел и публично назвал его с Господом И смиренно попросил Зайди в мой дом Приди ко мне Я хочу видеть себя в своем доме Я хочу видеть себя в своей семье Я хочу видеть Живую дочь Потому что ритуалы Они не помогали И сегодня мы тоже самое Предлагаем людям Предлагаем и говорим Впустите Иисуса в свои дома Придите и впустите Иисуса в свои сердца Чтобы в вашем сердце В вашем духе Зародилась живая вера Живого Бога Ни в ритуале Ни в обряды А в живого Бога Который слышит Видит Рука которого не отяжелела И не сократилась Чтобы спасать Своих детей Я точно знаю Что когда приходит Иисус Тима уходит Иса гелендя Зюлмят гедит Страдание уходит Кризис уходит Болезни уходит Смат ступает Слепи Становится зрячим Крови Коррлар Ахсалар Начинают прыгать Ахсалар Атлану б душе Начинают прыгать Даже лазер Который был 3 дня В гробу Тридан 3 днём Мазарда Итан лазер Блэ Обязательно встанет Там где появляется Иисус Потому что его имя Он сам о себе сказал, я есть воскресенье и жизнь. Давайте соседу своему будем проповедовать сейчас. Моя цель сделать из вас не просто слушателей, а сделать из вас учеников. Поэтому давайте практиковать сейчас нашу веру. Поверни своему соседу, скажи, Иисус есть воскресенье. Иисус есть жизнь. Иисус есть путь. Иисус есть ответ на все твои вопросы. Аллилуйя. Как же Он нас сильно любит. Он любит нас. И вы знаете, когда я говорил о круговороте, воде, природе, по планам Божьим я хочу вам сказать, с небес, сейчас я вам объясню, духовный, рухани, круговорот, в природе. С небес, на землю изливается Божья любовь. Скажи, Божья любовь. А земли к небесам должна подниматься вера. И вот эта вера приводит движение небеса. Божья любовь. Божья любовь. Мехаббати акир. В расчете пожать веру. Божья любовь. Божья любовь приходит на землю земли. Танерин мехаббати ер-юзериня галиб и ер. Вера приходит на небеса. И поверь у людей Бог посылает знамения, чудеса и хвала. И хвала. Благодарность приходит к Богу. И вот это и есть круговорот веры Божьей. И вот это и есть круговорот веры Божьей. Когда Бог меня полюбил. Когда Он меня сотворил. Когда отдал Сына своего, Единородного. На самом деле я был самым последним преступником. Не оценив или безценив то, что Он делал для меня. Но однажды. В моем сердце разродилась вера. И это была ответная реакция на его любовь. Причем я хочу, чтобы вы понимали, что вера. Она не столько нужна Богу, а сколько нужна нам людям. Бог по нашей вере приходит к нам и помогает нам. И знаете, я сегодня не хочу пропагандировать и говорить о церкви. Очень самая большая проблема в церквях это то, что мы больше всего делаем ударение и рассказываем о церквях. Идемте в церковь, придите в церковь, за вас там помолимся. У нас церковь так, у нас церковь это. Кирси мы делали, кирси мы делали. И вы знаете, когда меня учили пропагандировать, я пропагандировал не о церкви. Я пропагандировал о Иисусе. Я сегодня хочу вам вновь и вновь рассказывать о Иисусе. Рука, которую не сократилась, чтобы спасать. Когда Яир пришел с Иисусом домой, Иисус взял Яира за руку и сказал Моя любимая местописание Мой любимый стих из Писания Я очень часто его сам себе повторяю Он сказал Не бойся Только веруй Проповедуй давай Поверни своему соседу скажи Не бойся Сабина Не бойся Камель Не бойся Только веруй Потому что если Иисус рядом Нам ничего не грозит Потому что Иисус сказал Я пришел на эту землю Чтобы всякий верующий меня Он не погиб Но имел Имел в себе жизнь И не простую А вечную жизнь Представляете Это когда я встретился с Божьим словом Когда во мне родилась вера Первое что я сказал Эмиль ты не погиб Эмиль ты не погиб Эмиль сэн ölмэдин Исмаил ты тоже не погиб Эмиль сэн дэлмэдин Своему соседу может будешь проповедовать Скажи ты не погиб Потому что уверовал Живого Бога Аллилуйя Мы все еще по великой милости Божьей Находимся здесь И мы не погибли И я очень прошу Бога Чтобы все что Он запланировал Для нас здесь сегодня Воплотилось в реальность Кто-нибудь амин скажите Иисус Христос Есть путь истинной жизни Наши проблемы решает не церковь Наши проблемы решает Амин Так что такое Кто такой верующий человек Вы задавались эти вопросы себе Я называюсь верующим человеком Что же из себя представляет это слово Я верующий Зависли Вы знаете Когда я вижу Я считаю Библию Есть там примеры Хорошие верующие люди Четыре друга Их друг больной Парализованный Знаете что сделала их вера Они крышу сломали Честно говоря Если я сидел бы дома И кто-то мне ломал бы крышу Но не очень мне это понравилось Но это вера угодила Так что Он даже на больного не посмотрел Он посмотрел на этих четыре друзья Ваша вера спасла его Будь такой верующий человек Верующая женщина Которую врачей Ничего не смогли сделать Потратила все деньги Все свой имущество Лечилась 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 А долго не вер И вдруг вера Если я только свачу За подол Иисуса Я получу исцеление Вот что творит вера Вера твоя Суними имуны Сказал Иисус спасла тебя Вера твоя исцелила тебя Знаете что делает это вера Закей Маленького рода Аферист Обманщик в Израиле Надоела ему обманывать Все его ненавиды в деревне Но вера в нем сделала чудо Он захотел увидеть Иисуса Иисус Иис – Иисус Иис buyers Иисус Он залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Вера творит чудеса. Вера творит чудеса. Вера удовлетворяет Бога. Вера открывает двери для Божьих чудес. Скажи аминь. Аллилуйя. Дорогая семья. Вы знаете, мы очень часто прикрываемся какими-то религиозными счетами. Мы иногда прикрываемся религиозными какими-то словами. Как Адам, который согрешил. Начинаем прикрываться там лепесточками. Какие-то местописания вырываем, какие-то контексты. Принимаем религиозный вид. Ничего из этого не помогает. Но вера. Скажи вера. В живого Бога. Она творит чудеса. Чтобы всякий верующий в Него. Он не погиб. И если мы задаемся вопросом, о чем же думает Бог. Он думает о том, чтобы тебя и меня спасти. И Он говорит. Всякий верующий в меня. Он будет иметь жизнь вечную. Когда приходит Иисус. Иса, когда приходит Иисус. Исус приходит конец проклятия. Потому что он сказал, я из жизни. Потому что он сказал, я из жизни. Я из пути. Вы знаете, я иногда думаю, почему пути? Я из пути еще там говоришь. Потому что Иисус. Оказывается, я вообще не туда шел. Я не в том направлении шел. Я был в заблуждении все эти годы. Я отвернулся от живого Бога. И пошел своим путем. И вдруг Иисус говорит, я из пути. И очень часто думал, да, Бог разворачивает меня. Указывает мне пути. Держит меня за руку. Потом однажды я сполни детскую книжку. Там сзади был нарисован рисунок. Обычно для детей рисунок. Был нарисован как бы слово Бог. Был нарисован слово человек. И была огромная пропасть между Богом и человеком. И вдруг был рисунок такой, крест был нарисован. Здесь Иисус говорит, иди по мне. Ты можешь пройти, ты многие вещи не будешь понимать. Ты будешь ходить годами в церковь, ты будешь ходить годами читать Библию, много чего тебе непонятно. Но вот вера. Тебя поможет идти по этому пути. И иногда я сам себе это говорю, Эмил. И иногда я сам себе это говорю, Эмил. Ты не все знаешь. Да и с твоим мозгом. В эту думку не все ты поймешь. Но вера в живого Бога. Вера в этот путь. Укажешь тебе истину. И ты найдешь жизнь. И ты найдешь жизнь. Потому что мой Бог. Заинтересован моим спасением. Моим спасением. Он делает для этого все. Все, чтобы спасти нас. Все, чтобы спасти нас. Представляете? Когда я говорю все. Я в буквальном смысле говорю все. Сознависим. И я дал сына своего. Чтобы верующий в него. Чтобы она иман гетерянам. Не погиб. Религия никогда не решит ни одной проблемы вашей. Она еще больше приведет вас проблемам. Но когда приходит Иисус. Конец проклятиям. Конец заблуждению. Конец слезам. Религия заведет тебя в тупик. Но когда приходит Иисус. Он выводит тебя из любой тупиковой ситуации. Он есть путь. Он укажет тебе выход. Там где ты застрял. Там где ты заблудился. В 2016 году. Когда церкви было всего лишь три года. Это была домашняя группа. Из 30 человек. Половина из них моя семья. Ярославль. Меня арестовали. Это длинная история. Арестовали и Аклевитали. Хотели приписать мне убийство пятилетнего ребенка. Ушага. Связали это все с религией. Аклевитали, что здесь во время хлебопреломления. Я раздаю кровь животных. Раздаю это вместе с наркотиками. Наркотиками. И после того, как это люди принимают. Я говорю, чтобы они шли и убивали своих детей. Я говорю, чтобы они шли и убивали своих детей. Меня арестовали. Мой судебный процесс он шел год и два месяца. Это был очень тяжелый период лично для меня и моей семьи. И в этот момент появляются добрые друзья. И говорят. Ну что, да проповедовался? Ну что, да евангелизировался? Ну что, святоша? Приехали. Ты же говорил, что Бог велик. И где же твой Бог? Да игрался? Одна и кто-то мне сказал. Я не знаю. Человек ли это был? Дух свято ли это сказал? Но я помню. Что это была цена. Которую я платил за будущее пробуждение. И мы с Сабиной сказали. Сабин, мы все равно завтра вернемся. Да, нам кажется, что мы ушли назад. Нас починули обстоятельства назад. Но мы с тобой сказали. Мы друг друга вернемся с другой силой. Один из пастырей сказал мне, когда я плакал. Вы знаете, я готов сидеть за веру в Иисуса. Это моя мечта, кто знает меня с детства. Быть гонимым во имя Иисуса. Это моя мечта. Но чтобы тебя клеветали в убийстве, вот с этим я был несогласен. И во мне началась рождаться еще больше вера. Сатана сам не понимал, что делал. И один брат мне сказал. Эмиль, тебе кажется, что ты просто все потерял. Что вот все эти 30 человек, которые были, все они разбегутся. Все испугаются. И вот все эти три года, которые ты селился с слезами, ты просто пошел назад. Тихо-тихо пошел назад. Но он говорит, это не так. Он сказал, я вижу, как Бог натягивает тебя, как стрелу. Тянет тебя назад, 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 чтобы выстрелить. Туда, куда ты своими ногами не дошел бы. Иногда будут ситуации в вашей жизни. Я проповедую сегодня кому-то. Я пророчествую сегодня кому-то. Может тебе кажется, что все потеряно. Ты слишком далеко от своей цели. От своей мечты. Но Бог говорит, я не забыл о тебе. Мэн сэни уничтожаю. Я выпущу тебя, как стрелу из своей руки. И ты будешь там. В свое время. С новой силой. С новым помазанием. Я не слышу, аминь. Здесь есть верующие люди. Мы увидим славу Божию в Азербайджане, в этой стране. Я увижу пробуждение. Это моя вера. Я буду видеть, что люди не отсюда уходят. Оттуда сюда приходят. Склоняяя колени перед царем всех царей. Моя вера. Мэн имада. Живого Бога. Дири Танрия. Будет творить чудеса. Вы со мной. Аллилуйя. Будут проблемы. Проблемы. Будут проблемы. И я их называю лучшими друзьями. Мои проблемы, они мои лучшие друзья. Они делают у меня сильнее. Они мои колени склоняют больше перед Богом. Я начинаю искать его лица больше. Поэтому я научился со своими проблемами дружить. Так, если назвать можно. Но я их перестал бояться. Потому что праведник, он смел как праведник смел. Праведник смел как Амель. Выгоняй все эти проблемы. Прогнозы, которые тебе ставят плохие. Удаляй их. Разрушай этот дух. Знаете, дух такой нищенский. Мне не хватит, мне не получится. Я не справлюсь. Хотите откровения? Ты на самом деле не справишься. Но верующему. Но верующему. Возможно. Возможно. Все. Потому что вера на угождает Богу. Знаете, что такое угождение? Знаете, столько примеров, столько всего хочу сказать. Петр увидел Иисуса, идущего по воде. Смотрите, что вера делает с человеком. Он решил идти по воде. Это ты, Иисус. Ты, Иисус. Да. Я к тебе. Я к тебе. И пошел по воде. Представляете, что мы можем с вами делать? Вера, она творит чудеса. Я в каждой проповеди своей эти сфразы должен сказать. Что наш Бог живой. Что Танр-миз дивидер. А еще и вторая фраза. Кто знает? Последнее слово. Не за теми, кто живет на земле. А последнее слово. За тем, кто живет на небе. Моя история пишется не на земле. Моя судьба решается не на земле. Моя жизнь решается на небе. Слово последнее моей жизни и твоей жизни. Скажет не человек. Не человек, а Бог. Можно еще раз Амин сказать. И если вам жарко, воздайте славу Богу. Я не умру. Но буду жить. И возвещаю дела Господни. Ты, дьявол, не искалечишь мою жизнь. Ты не сможешь прикоснуться к моей семье. Ты не прикоснешься к моей дочке. Ты не войдешь в мою дом. Ты не искалечишь мою колени. Ты не прикоснешься к моему телу. Потому что я... Скажи, я... Храм живого Бога. Дири танрının мебедиям. А у этого храма... Есть архитектор. Есть архитектор. Есть архитектор. Мемары var. Я буду здоров. Я буду жить. Я буду процветать. Я буду успешен. Я буду победителем. Потому что я праведник. Потому что я праведник. Не благодаря своей праведности. Но благодаря... Великой и драгоценной крови Иисуса Христа... Он заплатил за мое счастье. За эту жизнь и вечную. Я думаю, можно еще раз Амин сказать. Амин демяю, Аллах. Когда... Мы проходили этот арест... Эти... Трудные времена... И вот... Дьявол шептал... Шептал на ухо... Ну что, допрыгался? Ну что, доигрался? А мы сидели с Сабиной. И вдруг мы вспоминаем. Подожди, Бог ты совсем другой обещал. И эти вещи пока не исполнились в моей жизни. И я на этот арест... Смотрю, как... Недоразумение... Пройдет мимо. Я хочу вам сегодня проповедовать. Если у тебя есть какая-то проблема... Болезнь... Финансовая какая-то... Романсы в карманах. Я хочу, чтобы вы понимали сегодня, что... Это все... Не твое. Это просто транзитом проходит. Слово транзит понимаешь, что такое? Толик на самолетах летал. Походу, они в школах не учились. На самолетах не летали. Это все транзитом... Вот сюда. Иисус взял все болезни на себя. Иисус взял все проклятия на себя. Иисус взял на себя все. И это местописание. Как Моисей однажды вознес змею. Вы знаете, я... Когда готовился к этой проповеди... Я вспомнил, как мы с Сабиной решали кроссворд христианский. Знаете, куда этот медный змей был повешен? Который сделал Моисей. На знамя. На знамя. Что такое? Кто знает на еврейском языке знамя? Как звучит? И Ехова Нисси. С перевода означает, Господь победоносное знамя мое. И когда Моисей взял этого змея и повесил его... На это знамя. Знаете, что он сказал? Змеи жалили людей. Они жалили маленьких детей. Стареньких тоже жалили. Жирненьких тоже. Они не смотрели. В каждом доме. В каждой палатке. Были укушенные люди. Отравленные ядом змеи. Это были не просто змеи. Написано, что это были ядовитые змеи. Миллионная нация в пустыне искусана ядовитыми змеями. Отец заходит домой. Там его дочь распухшая. В судорогах. Судорога. Дочь заходит себе в палатку вид мать призмерцы. Пена пошла из арта. И Моисей говорит. И Моисей говорит. Вера. Кто взглянет на медного змея. Он исцелится. Знаете, кто исцелился? Те, кто выползли свои палатки. И взглянув глазами верою просто на. Это знамя, на котором висит змея. Получали свою свободу. Исцеление. И в их крови исчезала сила яда. Сегодня так же в этом мире ядовитые змеи. Они жальят в каждом доме. Яд развода. Яд болезни. Финансовый кризис. Столько яда в телевизоре, в интернете. И сегодня писание нам говорит. Как однажды Моисей вознес змею в пустыне. Так же сын человеческий. Будет вознесен. И всякие верующие его. Взглядом веры. Он не погибнет. Но будет иметь жизнь. Вечный. Скажите, вечный. Давайте мы встанем в присутствии Божьего. Я хочу задать вопрос. Есть ли среди нас сегодня люди, которые впервые пришли. Есть ли среди нас люди, которые не отдали свою жизнь Иисусу. Есть ли люди в этом зале, которые. Есть ли люди в этом зале, которые. Я хочу пригласить тебя сюда. Чтобы вместе с тобою сегодня помолиться. Чтобы в твою жизнь сегодня пришло благословение и была разрушена сила проклятия. Сегодня есть шанс твой. Сегодня есть шансы с Богом. Не упустя эту возможность. Эта возможность. Если здесь все свои. Если здесь все свои. То давайте мы вновь и вновь обратим свой фокус. Свой взгляд. На того. Кто не пожалел. Сына своего. Ищи даказал нам свою любовь. Ни на словах. А на деле. И это тоже был акт веры. Бог верит. Бог верит в нас. Он знает, что у нас есть силы. Он знает, что мы можем справиться. Давайте склоним свои головы. И перед тем, как будем делать хлеба преломлением. Нам есть за что благодарить Бога. Мы благодарим тебя и славим тебя. За эту новую жизнь, которую ты даровал. За глаза, которые ты открыл нам. За уши, которые слышишь, что Дух говорит в своей церкви. За ту радость и спасение, которую ты даровал наше сердце. Мы так благодарим тебя, Господь, за то, что ты Долготепеливый, человеколюбивый и многомилостливый Бог. И я прошу тебя. Благослови нас. И научи нас. И научи нас. Видеть глазами веры. Тот путь, который ты приготовил для нас. И мы молились тебе. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, который единый. И да будем мы едины. Аминь. 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 Я тебе хочу задать вопрос. Готов ли ты попросить прощения у Бога? Хочешь ли ты, чтобы твоя жизнь изменилась с вами? Хочешь ли ты, чтобы в этом сердце жил Бог? Хочешь ли ты, чтобы этот мозг и разум твой был освобожден от того греха, который творится в этом мире? Я вместе с тобой буду молиться сегодня. Я буду говорить слова. Ты должен их повторять. Но говорить это не этим людям. Но говорить эти слова Богу. Готов. Давай закрывай глаза. Поднимись в руке. И ты можешь повторять. Дорогой отец. Мени башьи. Меним галб, галбиме дахил ол. Мене yeni хэйат вер. Меним башьи. 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 Аминь. Брата, который отдал свою жизнь и свое сердце открыл для Иисуса, именем Иисуса Христа и властью, данную мне через веру в Иисуса, мы благословляем Камиле, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты оберегал его от всякого рода зла. Из сегодняшнего дня вел его сам за правую руку, оберегая его, и охраняя его от всякого зла и греха этого мира, наполни его сердце своим словом, и пусть твоя жизнь, твоя праведность течет его жила. Изменяя всю его жизнь, от ныне и вовеки веков, ибо ты сказал, что всякий верующий в тебя, он не умрет, но будет жить, и жизнь эта, она будет вечная, и жизнь эта будет в избытке. Тебе за все слава, тебе за все слава, честь, волай, величие, и народ Божий, даскажет. Аминь! Дорогая семья, я попрошу служителей выйти и прежде чем мы вкусим со стола Божьего, я хочу, чтобы каждый из вас не забывал и хочу вам напомнить, как же Бог вас любит, чтобы ни один из вас не забывал, какая цена была заплачена за наше спасение. Однажды Иисус взял чашу, поднял ее и сказал, это есть новый завет, это кровь моя, он сказал, который за вас проливается. Завет, который заключаю с вами, он сказал, я подписываю его своей кровью. Далее он взял хлеб, проломил его, благословил и сказал, это тело моё за вас. Скажи за меня, за меня, ламимый, Иисус заплатил свою жизнь за нас. Поэтому, когда будете приходить, приходите с почтением. Он сказал, примите из нее все. Это такая привилегия, сесть с ним за одним столом, находиться с ним в одной горнице. Хорошо, ребята, подходите, пожалуйста, под звуки хвалы, с уважением и почтением примите. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Иисус 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 За нас и за всё Сыной крови Сыной крови Искупленный Иисус Завлатил за всё Иисус Завлатил за всё Иисус Завлатил за всё Сыной крови Сыной крови Иисус Завлатил за всё Давайте поднимим наши руки Отец наш Мы благодарим тебя За эту любовь, которую ты доказал нам За эту жертву Во имя любви За то, что Господь не гвозди держали тебя на кресте Голгофском Но твоя любовь к нам Ты притерпел до конца Позволь нам, Отец Иисус Достойно принять и вкусить Лайкинце Кабул иди От тела твоего ламимого Кабул иди Иисус 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 Аллилуйя Аллилуйя Благаславит вас Бог, дорогая семья Присаживайтесь на минуту Аллилуйя Мы будем молиться за нужды У кого они есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну нет, больше рук Жалко, что у меня всего их две Знаете, я буквально несколько минут назад сказал, что Наши проблемы Это наши друзья Принеси эту коробку, она здесь, ребята Где коробочка с нуждами? Когда-то, десять лет тому назад Мы Решили такое служение сделать Человеческий мозг у них все запоминает А мой тем более Мы с Сабиной сказали, давай мы такую сделаем коробочку И будем писать наши нужды Классик туда И в течение года молиться И в течение года молиться А потом в конце года будем открывать И смотреть Живой Бог или нет И каждый год мы удивлялись Как Бог отвечает на молитвы Не всегда как мы хотим Но и слава Богу Потому что когда Бог отвечает Он отвечает намного лучше Даже того, что нам на ум могло бы прийти И есть местописание Я верю в Слово Божие Здесь есть люди, которые верят в Слово Божие Включите нам свет Включите нам свет, пожалуйста Я из-за этих ваших камер Все равно толком не видео не смотрю И людей не вижу Включите свет Канал Я хочу лицами А то здесь засыпают Так и так здесь жарко Сабина на такую погоду делает здесь Эльчана, видишь, мы уже потеряли Он и так еле держался здесь Но люблю я его по-особенному Здесь огромное количество бумажек За что мы будем сейчас молиться И как мы говорили сегодня Вера, она что делает? Что делает? Что делает? Вера, она угождает Богу Что делает еще вера? Вы меня слушали? Точно слушали? Вера, она творит чудеса Поэтому я сюда своей верой пишу свои нужды И отдаю эту коробочку В его святые руки Потому что доверяю ему, знаю Что он Что он Воздаст мне По богатству Славы своей Ни одна моя слеза у него не забыта Ни одна Слеза Не забыта Если я человек И моя дочка Уже заплачет там Я сразу подбегаю Крикору Что случилось? Зачем плачешь? Я углываюсь Если я знаю, что я могу помочь Я помогаю А когда речь касается Бога Там слова могу нету Если можешь Помните, мы задавали вопросы Иисусу подходили и говорили Если можешь Исцели Исцели Шафа вер Если хочешь Помоги Он помогал Исцели И говорит Могу Конечно же могу Все в моих руках И вот сейчас я хочу Чтобы когда мы молились Вот за эту коробочку Вот вера сейчас Своё дело вашей жизни сделала Первое Все что не происходит в моей жизни Скажи ко благу Потому что все верующему Содействует Ко благу Раз Ни одна моя слеза Она не забыта у Бога И он сказал Простите И дано будет вам Вот сколько веры рождается Ответит Бог Давайте мы протянем свои руки Ко всем этим нужно Ко всем этим вопросам Которые его дети сейчас Взывают Здесь есть и твоя и моя нужда Есть еще нужда Которые постеснялись сюда написать Ты знаешь она в твоем сердце Давайте мы скажем Господь Мы повали на тебя И мы знаем Что ты ответишь И ответ будет В нашу пользу Потому что мы больше чем победители Потому что мы больше чем победители И все ответы твои И все ответы твои Это да и амин Амин Со слава тебе Путинизация Честь Вода И величие Вовеки веков Амин 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 Это же хорошо Вы садитесь И станете Одна сестра Она наша сестра Не одна Наша сестра Она попросила сегодня Просвидетельствовать И я хочу И стирамки Чтобы сейчас мы послушали Сабина Выходи Выходи Сама же мне подходила Можно я скажу Я говорю Зайди Она говорит Я Что 10 Вот посмотри на эти лица Самариши Дорогая семья Я приветствую вас Вообще-то у меня святитель здесь много Но так как пастор сказал Что у меня 10 минут Я буду рассказывать коротко Значит так Хочу поблагодарить всех Кто был в группе марафоне И молился за мою дочь Улка Мартин месяц Перед пасхой сатана хотел всех нас Искусить Но меня не получилось В этом списке была я Была Камран Была его мама Была еще нас С ребенком У него ничего не получилось Потому что последнее слово Забыл В общем Расскажу кратко Дочка мне позвонила Она приехала Мертвая Ходячий мертвец В общем так скажу Поставили диагноз Гепатит B И сказали что мы не знаем Сколько она будет лежать Там месяц Два месяца Неделю В общем В общем В четверг мы Уложили дочку В больницу Три тысячи Заплатили Три тысячи Заплатили Там нам говорят Что вы не думаете Что вам эти три тысячи хватит Мы будем вам звонить И говорить что уже закончились деньги Вам опять нужно переплатить Но Я вспомнила слова Пастера Последнее слово За Богом И еще наш Бог живой Но мне это слово очень нравится В общем Мы ее в четверг уложили Попросила я всех в марафоне Помолиться Пятницу я не пошла к ней Пришла сюда на молитву Был Камрам Была Нармин Была Кюбра Еще некоторые Которых я не запомнила Извините Мы все помолились за дочку В этот день Ей стало плохо Она пошла вырвала И я ей сказала Эта вся нечисть вышла из тебя И после этого У нее пошло исцеление Утром врач Который говорил что Будешь лежать там месяц Два месяца Сказал моей дочке Завтра тебя выписываю Дочку выписали Врач сказал ей Будешь принимать лекарства до конца Я сказал не будешь принимать До конца жизни До конца жизни Встретимся через 6 месяцев А я ответила Я ответила Доченька встань пожалуйста Не она А это друг У тебя же скука Извиняюсь 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 Я думаю Речь идет о ней Мы говорим Серьезно Столько чудес Столько знамений Мы видим Это не доказывает Что церковь это живет Она должна быть такой Потому что там где появляется Иисус Там всегда будут чудеса Там где появляется Иисус Извиняюсь Извиняюсь Я надеру микрофону Помнишь мы с тобой договорились Что будем молиться за мою дочку Значит Она мне сказала Сабинка позвони мне Мы будем с твоей дочкой молиться По Whatsappу Вот так Вечером я вспомнила Что я должна была Реньке позвонить Я помолилась Перед тем Как ей позвонить Попросила у Господа Чтобы он дал моей дочке Живую молодую печень Потом я звоню Реньке Потом я звоню Реньке Кому еще печень настоящая Кима таза церковь нужна В общем Рена в это время думает Почему Сабина мне не звонит И в этот момент Господь ей показал Это живую печень Ух ты Серьезно Вот сама она пустила Аллилуйя Аллилуйя Ребята показала Ребята показала Таза церковь Новая печень Аминь У Бога есть И новые печени Ребята И новые почки У меня новые колени У меня даже новые волосы Наш Бог Знаете мне еще что Я всегда об этом говорю Почему я еще Влюбился в Иисуса Там у него много разных характеристик есть Любовь, милосердие Такой такой А еще есть фраза Восстановитель И вот я когда узнал Что он еще умеет И восстанавливать То что уже разрушено Разрушенная печень Разрушенные почки Разрушенные сердца жизни Последнее слово за Бога Он дает все новое Аминь Аллилуйя Он дает все новое Он дает все новое И вот сегодня у нас Зарождается Новая семья Новая семья Новая семья Новая семья Да Да Я хочу сюда позвать Орхана Хочу позвать Сегодня сюда Гулай Он быстро Идите сюда Пусть Церковь видит героев Хочу позвать Хочу позвать Прямо вот не могу Хочу позвать Я не могу Хочу позвать Это новые пары Которые Обменялись Обменялись Кольцами Они дали согласие Друг другу Родители Не против А мы не против Мы будем молиться за вас Знаете, что такое оглашение Почему мы это делаем Во-первых Чтобы весь духовный мир знал Что скоро родится новая семья Также мы хотим Чтобы и физический мир тоже знал Братья Сюда не смотреть Глаза сам буду выдергивать Сестры Забудьте Поздно И Властью данную нам Через веру в Иисус Христа Дорогой Орхан и дорогая Гулай Мы хотим вас сегодня Благословить И снарядить вас в этот пути Новый путь Который вы пойдете Готовиться к браку сочетанию Создавать семью Для меня рождение семьи Это рождение церкви Потому что я верю Потому что я верю Что в вашем доме Там будут проходить собрания В вашем доме Будут славить живого Бога В вашем доме будут звучать молитвы И словословия Вот как мы видим семью И это Богом установленный брак Я не люблю слово брак Союз Это Бог Соединяет вас в сердце Это Он дарует вам эту любовь друг к другу И я помню, Орхан пришел и сказал Пастер Эмей, Сабин Он своему лидеру переживал и говорил Что я молюсь за Гюлай Помолитесь и выясни Я ей буду говорить, что я христианин Я ее хочу в церковь пригласить И вот если она покается Я буду точно знать, что это от Бога Она в этот же день покаялась Так что знай, Орхан Гюлай От Бога Гюлай А он Это Божий помазанник Я хочу, чтобы вы Аккуратненько взялись за руки Пока аккуратненько Мы за вами следить теперь будем Закройте свои глаза Церковь, давайте мы встанем Протяните свои руки Библия говорит Что кого вы благословите Благословен будет И пусть ваши благословения сейчас Снизойдут на эту пару Пусть ваши благословения И ваша вера Восвободят Божих ангелов Чтобы они охраняли их И вели правильным путем Пусть Божий страх Святой Божий страх Оберегает их Чтобы они охраняли себя Друг для друга По имя Иисуса Мы благословляем вас Мы говорим тебе, Орхан Будь благословен Будь благословен Будь благословен Божий Будь благословен Божий Будь этот союз Будь этот союз Будь обезопасен Богом, Его ангелами, Его Словом, Он направит каждый ваше шаг во Иисусу. Хранит вас Бог, и благословит вас Бог, во имя Иисуса мы молимся, и Церковь Божия расскажет. Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok